Дорогие друзья, всем привет! Сегодня не совсем обычное видео. Решила его снять отдельно, не смешивать с нашими обычными видео для того, чтобы предупредить вас, проинформировать вас, а также те, кто будет набирать такой запрос в ютубе, в поисковике, чтобы они получили очень важную информацию. Дело в том, что с утра мой телефон, или я сама, можно сказать, подверглась, вообще телефону досталась, конечно, подверглась, телефон подвергся смс-атаке, либо, как это правильно по-английски называется, пушинг-атаке. То есть, пуш-уведомления посыпались на мой телефон, как я его только включила, я всегда ставлю на авиорежим на ночь, от разных сайтов, то есть, это реально было, ну, как бы сказать, смс-ки от сайтов, то есть, лента, окей, дикси, летуаль, детский мир, четыре лапы, пэт-шоп, я не буду перечислять, да, также всякие сервисы типа Майла, типа, не знаю, там, госуслуг, налоги, точка ру, да, то есть, разные-разные сервисы, и также куча смс, пуш-уведомлений от банков, да, что нам, ну, как бы, с моего, как бы, аккаунта, да, вводя мой телефон, хотят получить кредит. То есть, заявка на кредит принята, но введите, как бы, код, введите код, там, с телефона, да, с телефонного звонка, ну, как обычно, да. Я сначала была в каком-то недоумении, вот, не могу сказать, что прям там, ну, прям очень сильно перепугалась, вот, начала сразу, ну, сказала, соответственно, мужу это все, там, не знаю, там, маме, как раз это было 6 утра, мы, ну, вышло так, что ребенок рано проснулся, и, в общем, количество, чтобы вы понимали, я не знаю, то есть, вот, за день пришло примерно, я не знаю, там, ну, тысячи, да, таких уведомлений. Рассылает, явно, это специальная программа эти уведомления, значит, первое, что я сделала, это позвонила в один из банков, прям с утра на горячую линию, они круглосуточные, выбрала, ну, банк, с которого, ну, первый на выбор, причем у меня даже не было там аккаунта, я не была клиентом этого банка, вот, они мне сказали, что, главное, не называйте этот код никому, да, кто вам позвонит, также не присылайте скрин, они просят скрины, то есть, надо сфоткать, да, вот эти сообщения, да, и прислать скрины, но, на самом деле, там уже в самом начале сообщения идет этот код, вот, все, что им надо. Забыла сказать, что параллельно еще шли звонки, их было не так много, за день где-то поступило, наверное, порядка всего 10 звонков с разных номеров, но я их блокировала, заносила в черный список, естественно, трубку не брала. Что тут основное? Тут основное, как я уже сказала, не взять трубку, не повестись на развод, то есть, понятно, что базы данных сливают с телефонами, с паспортными данными, но вот сам этот код, обычно он четырехзначный, там, либо шестизначный, либо какая-то комбинация, его программа не может подобрать, то есть, пока, если вы не скажете, соответственно, человеку, да, этот код, или не пришлете скрин с вашего телефона, да, вот этих смс-сообщений, то, как бы, никто взломать вас не сможет, да, и взять, соответственно, кредит, то есть, цель получить, конечно, кредит. Бывают также не только с банков сообщения, а с всяких микрозаймовых организаций, где дают микрокредит и микрозаймы под большой процент, но, в общем, цель получить кредит, грубо говоря. Я позвонила в банк, они сказали, ничего страшного, без личного присутствия, без личного присутствия, без того, что вы там скажете, даже если код, так как вы не клиент банка, не клиент банка, они ничего делать не смогут. Если бы я была клиентом банка, достаточно было сказать вот этот код, они бы ввели и получили на меня кредит. Второе, что я сделала, уже начала обзванивать банки, в которых у меня есть, соответственно, карты, кредиты, в которых я, ну, банки клиентами, клиентом которых я являюсь. Вот, значит, в одном банке меня переключили на службу безопасности, я там подтвердила свою личность, как бы они увидели. И, значит, мы составили заявление, ну, и в электронном виде, естественно, оператор составила, что без, то есть я блокирую взятие кредит онлайн, да, то есть и без моего личного присутствия мне кредиты не давать, даже если я буду просить, ну, понятно, что это не я. В общем, такое заявление составили. На самом деле скоро выйдет закон, ну, как скоро, через год он выйдет, 1 марта, что можно будет заблокировать во всех банках, да, такую функцию, что ты берешь онлайн кредит, да, и это можно будет сделать через МФЦ, отнеся заявление в МФЦ, но через МФЦ это начнет действовать еще позже, с 1 сентября 25-го года, то есть полтора года до этого осталось, вот, и как-то надо продержаться. Эти случаи, как я поняла, что не редкость, то есть это, как сказать, набирает обороты, вот такой вид мошенничества, поэтому тут можно только позвонить в конкретный банк и заблокировать онлайн вот взятие кредита, да, грубо говоря, то есть даже если я сама захочу взять в итоге кредит, я не смогу взять, мне придется к ним прийти, либо снять это, снять эту блокировку, либо просто к ним прийти и уже там в офисе у них, соответственно, взять этот кредит. Также я еще набрала еще другой банк, которым я тоже являюсь клиентом этого банка, и там я попала очень хорошего специалиста, молодого человека, он мне, значит, сказал так, что выключите телефон на 10-15 минут, и как бы бывает, что это действует, программ, ну, эти рассылки рассылает, соответственно, программа, бот, вот, и как бы это все сбивается, и получается, что надо по новой запускать, и как бы иногда это, ну, помогает, и рассылка прекращается. Я сказала, что я уже отключала на 2 часа, пока ребенок спал, ничего не помогло, включила, у меня там посыпалось просто 500 этих уведомлений, но он сказал, попробуйте еще раз. На самом деле я сделала так, как он сказал, 10-15 минут подождала, и какое-то время, там час или полтора, никаких сообщений не было. Так я делала несколько раз, и, в принципе, вот последние-последние сообщения у меня пришли, наверное, 2,5 часа назад, пока нет тишина, неизвестно будут, не будут. Я также в телеграм-канале у себя эту тему начала освещать, и некоторые подписчицы написали, что да, у меня было, у кого-то на протяжении 2-3 дней присылались вот такие смс-уведомления, пуш-уведомления у кого-то, за день все прекратилось. Ну вот такой метод, на самом деле, когда ты отключаешь на 10-15 минут телефон, может быть, у меня и подействовало, не знаю, будут они мне присылать, еще не будут эти уведомления. И также этот специалист, к которому я обратилась уже в другом банке, он тоже составил такое же заявление, ну так как я являюсь клиентом, что я не смогу, соответственно, онлайн взять никакие кредиты. Также еще одна девушка уже в другом банке, тоже специалист службы безопасности, наверное, или консультант, я не знаю, как назвать, посоветовала сменить пароли. Особенно она советовала на госуслугах сменить пароли. В итоге я послушала этого специалиста, она не объяснила, почему именно на госуслугах именно нужно снимать, может, как-то через них там утечка идет или что. В общем, я сменила пароль на госуслугах и также сменила в некоторых сервисах и в онлайн-кабинетах банка, соответственно, клиентами которых я являюсь. То есть, ну, по сути, вообще надо все сервисы, которые они присылают, если вы там зарегистрированы, по-хорошему смените пароль. Но они шлют не только с таких сервисов, они, чтобы запутать, шлют сервисов, в которых вы можете вообще быть не зарегистрированы, чтобы вас запутать каким-то образом. Также молодой человек, который мне дал советы насчет выключения телефона, он сказал, что они видят, что, да, я не реагирую никак, что я игнорирую, мало того, что там блокирую. И, соответственно, они, это их бесит, и они начинают еще больше, с большей силой рассылать. Да, я это увидела прям в один момент, что прямо скорость рассылки увеличилась. Вот, чтобы как-то вас вывести из себя, что вот они потратили время зря, а вот вы не повелись. Дорогие друзья, будьте осторожны, внимательны. Имейте в виду, что такой вид мошенничества существует. Он очень опасный тем, что, ну, кредиты можно оформить на достаточно большие суммы, и потом, как бы, я не знаю, чем это вообще, как это доказывать, что это не вы взяли. Предупредите своих родственников, предупредите своих там пожилых родителей, потому что я думаю, что вот когда там посреди ночи или где-то, не знаю, там утром человеку, может быть, да, который не такой осторожно начинают приходить такие сообщения, и потом идет звонок и говорят, что там вас взломали, да, пришлите там, даже не код не скажите, пришлите мне фото, да, вот скрин, там страницы с смс-сообщениями, что люди некоторые могут повестись на это. Вот, и поэтому очень важно быть информированным в этом вопросе и предупредить, вот по возможности предупредить всех своих родственников, тем самым, и знакомых там, друзей, я не знаю, вот, тем самым вы поможете людям, и это поможет сберечь их, так сказать, финансы, да, не быть обманутыми, вот, ну, в общем-то, я на этом видео закончу, можете писать в комментариях, был ли у вас, были ли у вас такие случаи, что вам приходили такие же уведомления, ну, в общем-то, и писать, чем в итоге это закончилось, как вы вышли из этой ситуации, будет интересно узнать. Все, пока-пока, всех была рада видеть, кого знаю, кого не знаю, приятно познакомиться, и подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки, и не пропускайте новые видео, все, пока-пока, и до новых встреч!